Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфар. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, российский журналист, политик, социолог, медиакритик Игорь Александрович Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович! Здравствуйте! Игорь Александрович, безусловно, главное событие, которое обсуждают сегодня, это визит президента Украины Зеленского в Соединенные Штаты, его встреча с Байденом и выступление перед обеими палатами Конгресса. Я даже не беру там истерическую реакцию российских официальных лиц. Вопрос в другом, что сейчас стало очевидно главное. Украину, Кремлю не отдадут на растерзание. Единство всех сил, всех антипутинских сил очевидно. Но возникает тогда вопрос, а означает ли это, что Россия на невербальном уровне указана место заворотами цивилизации? Как вы считаете, причем я подчеркиваю, речь идет не о Путине, а уже у меня создалось, по крайней мере, впечатление, о России в целом. Как вы считаете? Ну, первое. Вот эта формула, что Россию не отдадут на растерзание Путину, она безусловно в целом содержит долю истины, но она не полностью точна, потому что Украина, Украина не, так сказать, не какая-то бессубъектная вещь, которая... Украина сама не отдастся на растерзание Путина. То есть Украина достаточно субъектна, достаточно сильна, и в любом случае, ну, если там представить себе такой мысленный эксперимент, что, значит, поддержка не была бы такой массовой и консолидированной, то Украина, безусловно, сама в состоянии сопротивляться, и первые недели, и, пожалуй, даже месяцы, Украина, мы помним, как тяжело и долго начиналась поддержка в самом начале. Прежде всего потому, что западные разведки считали, что Путин, действительно, учитывая гигантское превосходство в вооружении, военной мощи, считалось, что Путин за три дня возьмет Киев, и с Украиной будет все закончено. Поэтому не спешили оказывать военную помощь, опасаясь, что она окажется в руках России. Но не получилось. И это сделала Украина сама. И очевидно, что... Ну, понятно, что победить Путина, конечно, Украина своими силами не может. Она может не проиграть Путину, но победить может только с помощью Запада, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. И вообще само это событие, оно совершенно беспрецедентное. За последние десятилетия ничего похожего не было, когда Конгресс Соединенных Штатов Америки, стоя, несколько минут не давал Зеленскому говорить, когда действительно его встречали просто как... ну, как лидера свободного мира. И Украина действительно сегодня главная страна в мире. Это совершенно очевидно. Вот. Поэтому, значит... И вот образовались два полюса. На одном полюсе, казалось бы, вчера еще две страны, которые входили в Советский Союз. И, в общем, сказать, что там какая-то внутри Советского Союза была какая-то вот огромная разница между РСФСР и Украиной, когда переезжаешь границу Украины, что ты попадаешь в совершенно другую страну. Такого не было. А сейчас это два полюса мира. Два полюса. Полюс добра и полюс зла. Полюс света и полюс тьмы. И Украина это действительно лидер свободного мира. А Россия в целом это, безусловно, ну, полюс зла. Это совершенно очевидно. И это проявилось в том числе во время этого визита. Что же касается того, что Россия в целом, а не только Путину указали место, я бы сказал так, что на самом деле Россия сегодня, вот как раз Россия-то сегодня бессубъектна. Потому что войну эту начал один человек. Войну эту начал Путин. и Россия как государство, Россия как народ, Россия как даже какие-то элиты, что ли, ничего не могли сделать против вот этого совершенно бессмысленного, немотивированного, вздорного и глубоко преступного решения одного человека. Ну, есть просто доказательства, что это решение было лично Путина. и что большинство, даже членов Совета Безопасности буквально за несколько часов, за несколько минут до этого решения ничего не знали об этом. Генштаб был против. Это тоже доказывается выступлениями, в том числе представителей Генштаба, таких как генерал Ивашов, полковник Ходоренок, которые были категорически против, высказывались об этом публично. Вот, поэтому это было решение Путина. Это совершенно не означает, что ответственность ложится только лично на Путина. Конечно, те, кто молчал, те, кто позволил это все решение принять и позволил его провести в жизни, они тоже несут ответственность. И нести ответственность придется всем россиянам, вне зависимости от позиции. И так же, как в свое время, ответственность за преступления Третьего рейха, в той или иной степени несли все немцы. И когда Дрезден бомбили, то там не разбирали авиабомбы, британские авиабомбы союзников, не разбирали, кто там фашист, кто антифашист. И не только в этом ответственность заключалась. Ответственность заключалась в том, что все тяготы после военной жизни пришлось на себе, все репарации, которые пришлось долгие годы выплачивать, пришлось нести на себе тяготы всему немецкому народу. Ну, примерно то же самое ждет российский народ. С вариациями, с какими-то особенностями, но впереди у России довольно тяжелое и, возможно, очень недолгое будущее, потому что я думаю, что исторический проект России на этом заканчивается. Ну, понимаете, тут вопрос-то сейчас состоит в ядерном оружии. У Германии ядерного оружия не было, ее оккупировали, она потеряла свою субъектность на международной арене и перешла, давайте называть вещи своими именами, под внешнее управление на определенный промежуток времени. С Россией будем реалистами, так никто поступать не будет, а кому это надо? это, соответственно, ожидает ли, вот я ведь не случайно употребил, что за воротами цивилизации, вот я специально употребил этот термин, ведь смотрите, что получается. Вторгаться в Россию никто не будет, под внешнее управление перехватить не будет, следовательно, это, если угодно, северокориизация России. Вот не кажется ли вам, а дальше тип того, что отделить условным забором ну не в прямом, а в переносном смысле, и дальше, ребята, варить в собственном соку как хотите. Вы вне цивилизации, вот мне кажется ли вам, что так уже сейчас стоит вопрос? Вопрос, может, так и стоит, но только ответ будет совершенно другой, просто совсем другой, по многим причинам, потому что, да, вы правы, позиция примерно такая, вот у Зеленского позиция примерно такая, то есть главная задача, и он абсолютно прав, как президент воюющей страны, его главная задача сейчас, в настоящий момент, это освободить свою страну. И все. Он, извините, не философский трактат пишет. Он президент воюющей страны. Поэтому его главная задача это вот освободить свою страну. Все. Точка. И вот на сегодняшний момент он, ну, просто, чтобы места в голове не занимало, он здесь абсолютно прав. Он никакие другие задачи решать не хочет и отвечать ни на какие другие вопросы не хочет. Когда его спросили, значит, в чем по-вашему справедливый мир, он сказал справедливый мир, это вот защитить свою территорию. Ну, и в какой-то степени для тех людей, которые пострадали, это месть. Вот и все. Это его позиция президента воюющей страны, в которой очень много убитых, очень много пострадавших, лишившихся жилья. Это позиция Зеленского. Что же касается вот того, что вы сказали, забор. Значит, проблема заключается в том, что если сохранится власть Путина, то война не прекратится. И мы с вами это одинаково понимаем. Палестинист наносить. Это другая, это немножко другая. Это даже не Иран. Вот. Поэтому значит, никакого забора не будет. Значит, это будет война. Если Путин сохранит власть, он будет воевать. Он не может не воевать. Он все. Путин, это война уже окончательно. Формула Немцова в свое время данная им абсолютно верна. Но тогда она была гипотетическая, а сейчас она уже реальная. И Путин не сможет перестать воевать. Это исключено. Такой опции у него нет. Вот. Поэтому это вот один вариант. Очень тяжелый. Самый тяжелый, пожалуй, из всех возможных вариантов. Потому что это будет война, где линии фронта будет граница, тысячекилометровая граница между Россией и Украиной. Неважно на какой период, там на 91-й год, на 24-е февраля этого года. докуда добросят, докуда отбросят, вернее, путинские войска украинцы, там и будет война. Она будет продолжаться. Это самый тяжелый вариант. Потому что у Путина есть возможности. Все таки за эти месяцы российская армия набралась опыта. Она все время набирается опыта. В Сирии набралась своего опыта. Оружие испытали. Сейчас новые вооружения пойдут. Все становится опаснее и опаснее. Это вариант, если будет сохранена власть Путина. Есть второй вариант. Это все-таки реакции на тяжелое военное поражение. Будет углубляющийся раскол между Путиным и силовиками. А он есть. Потому что с самого начала я уже говорил, что с самого начала силовики были, имеют в виду военные, были против этой войны, понимая, что это безумие. И когда их заставили, сейчас сделали ответственными, сейчас сделали верблюдами за поражение, то это никому не нравится. И еще одна более серьезная горючая для этой войны, для возможного дальнейшего распада России через смуту, через гражданскую войну, это, конечно, украинский синдром. То есть это большое количество людей, которые прошли войну и обожжены ей, обижены на власть, не понимают, кто их туда послал, зачем, почему они там лишились рук ног или видели просто разорванные кишки своего товарища. И этот украинский синдром будет горючим возможной гражданской войны. Сначала смуты. Предпосылки для смуты и для перспективы распада России все созрели. Не хватает только сильного толчка. Какой это будет сильный толчок? До оккупации Крыма или еще что-то, я не знаю. Это такого рода прогнозы на мой взгляд безответственность. Но Россия к распаду готова, и она готова и со стороны элит, которые каждый губернатор мечтает быть главой самостоятельного суверенного государства. И тот же самый глава Татарстана хорошо помнит, что Татарстан голосовал в 92-м году абсолютным большинством голосов за отделение от России. Это было референдум. Чечня, да, сегодня Чечня оккупирована Кадыровским кланом. Но в принципе Чечня тоже помнит две чеченские войны, когда Чечня воевала за свою независимость. То есть такие же в разной степени эти настроения существуют и в какой-то либо части населения, либо части ли в большинстве регионов России. А остальные, когда это все начнет разваливаться, если и когда это начнет разваливаться, то остальные посыплются как карточный домик. И еще раз говорю, нет такого губернатора, который поутру встав и каким-то образом оглядев свое владение, не подумывал бы о том, чтобы а хорошо бы все-таки я тут стал падишахом или президентом и так далее. Точно так же было в Советском Союзе, когда развалился Советский Союз. Все первые секретари ЦК Компартии Союзных Республик мгновенно примерили на себя свои шапки Мономаха. И они стали бенефицарами этого распада. Это очень возможный вариант. И тогда в этом случае проблема ядерного оружия решается совершенно по-другому. тогда в этом случае проблема ядерного оружия решается через индивидуальные переговоры стран Запада с вот этими местными падишахами, президентами, премьерами отдельных частей России. Ну, просто за какие-то за какие-то плюшки. Какое-то подобие плана маршала отдельно не для всей России. План маршала для России не будет. Это невозможно. Для России будут только репарации. А вот в обмен на ядерное оружие для отдельных частей России вполне возможно. Хотя Запад панически боится распада. Так же, как он боялся распада Советского Союза. как вы хорошо помните. Я это помню, но вы знаете, Игорь Александрович, помилуйте. Умом я понимаю, что вы правы, но вот представить себе бывшего банщика, покойного главы ЛДПР, что он мечтает стать царем Приморья, условно, или представить себе саратовского губернатора, которого я, извините, лично немножечко застал. Ну, у меня мозгов на это не хватает. Я не хочу употреблять крепкие выражения, но такие ничтожества, чтобы об этом мечтали. Вы знаете, степень вообще о чем мечтают ничтожества, нам с вами лучше не знать. Значит, есть одно хорошо всему миру знакомое, одно хорошо всему миру знакомое ничтожество, абсолютное ничтожество, мелкая шестерка бандитская по кличке Окурок, значит, которая особо не мечтала, но вдруг, когда предоставилась возможность, стала крошка Цахис, все об этом сказано. И все, куда ничтожнее этого существа, которое, перекашиваясь от тяжести, носило портфель за Собчаком. Это была главная его задача, с гордостью носила портфель за Собчаком. Ну, и чего. И, так сказать, примеряет на себя, он себя уже сравнивает с Петром Первым, там, наверное, я не знаю, еще с кем-то, но, в общем, короче говоря, со Сталиным, так, уверен. То есть, вот, властитель мира, что там, глава суверенного государства, властитель мира. Поэтому, как раз, вы знаете, толстовская формула, которую я очень люблю, человек дробь, в числителе то, что он есть, в знаменателе то, что он о себе думает. И вот, знаменатель раздутый превращает человека в нуля. И очень многих ничтожеств как раз в числителе ноль, а в знаменателе бесконечность. Так это все устроено. Да, пожалуй, вот тут я вынужден с вами согласиться. Действительно, лучше не знать, о чем они думают. Игорь Александрович, спасибо вам огромнейшее за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения журналиста, политика, социолога, медиакритика Игоря Александровича Яковенко. Но я напоминаю другое. Выводы делаются только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд, обязательно подпишитесь на канал Игоря Александровича, гиперссылка будет дана в заглавии. И до встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова